15 января в актовом зале администрации состоялось первое после новогодних выходных совещание актива города, которое увел первый заместитель главы администрации Курголий Кургулеев. Одним из основных вопросов повестки дня стала ситуация, получившая распространение в социальных сетях с недостоверной информацией по поводу массового отравления горожан питьевой водой. Для подробного разъяснения фактов и случаев отравления слово было предоставлено главному врачу Центральной городской больницы Титалаву Хириеву. В соцсетях появилась информация о том, что в городе Хасаверт идет вспышка инфекционных заболеваний. Во-первых, хочу сказать, что такое вспышка инфекционных заболеваний. Регистрация трех и более случаев инфекционного заболевания в одном очаге, в одном источнике. Все случаи, которые зарегистрированы сегодня, они экстренным извещением подаются в Роспотребнадзор. И ни одного случая, все-все случаи, они из разных источников. Поэтому говорить о вспышке не совсем корректно. С другой стороны, есть подъем заболеваемости. Но подъем заболеваемости, если мы будем сравнивать с предыдущими годами, эта проблема, она актуальна во всех южных регионах, во всех теплых странах. Рассылка была в городе, когда эта женщина выступала, ни в коем случае не пейте воду, там, это, то. Потом вторую рассылку, после того, как на выходных вы собрались, все, оперативный штаб там уже собрался, отреагировали, ваше выступление было. После этого вторую рассылку начали делать. Одним в один то, что было в Ленинаугле. Вот это скопировали, этот текст, и здесь в городе начали эту же рассылку делать. Мы там, это, инфекцию делаем, не пейте воду, вот это все. И поэтому у людей паника. Сколько людей ко мне звонили, я знаю, каждому из вас звонили. Близкие, родственники, кто это правда или неправда. Поэтому надо им объяснять всем, знакомым, друзьям, товарищам, родственникам, всем. В свою очередь начальник управления Роспотребнадзора по городу Хасаверт Аида Амарова рассказала присутствующим о полученных на данный момент результатах экспертизы воды с разных источников. Ну, по поводу проб воды, я скажу, что по государственному заданию в рамках социально-гигиенического мониторинга у нас планируется ежегодно определенное количество исследований. Вот так на микробиологию в прошлом году было исследовано. 129 проб воды с разводящей сети, 39 проб с источника. Это водозабор Акташ. Сюда я не включила бешбулак и аэротром подземные скважины, потому что считается, что в подземных скважинах герменты и паразиты у нас не водятся. Так, дальше, результаты исследования были отрицательны. То есть микроорганизмов никаких обнаружено не было. Кроме того, целенаправлено 10 проб было исследовано на паразитологические показатели. Тоже результаты отрицательны. Значит, в связи с ситуацией в Ленина-Ауле, учитывая, что они тоже пользуются Акташистой водой, нам было предложено проверить выборочно несколько точек города и самого источника. Мы взяли 8 проб. На сегодня все пробы готовы, результаты отрицательны. В этой воде нет. В Ленина-Ауле произошло заражение из-за внутрисельской водопроводной сети, которая устаревшая. Далее представитель ООО «Даг и Кассити», осуществляющий с Нового года всю работу по сбору, вывозу и обработке твёрдых коммунальных отходов, обратился с просьбой к руководителям всех служб, расположенных в черте города, определить на территории своих учреждений места для контейнерных площадок, чтобы упорядочить и улучшить качество работы. В соответствии с федеральным законом в силу вступила новая программа по уборке и утилизации ТКО. Как я сказал, по Северному, по Хасагюкскому району являемся мы. Статус регионального оператора присваивается на сроках 10 лет. Все структуры, которые есть здесь, есть просьба определить у себя место скопления мусора и контейнерных площадок. Пожалуйста, от нас это требует Роспотребнадзор и Минприроды также. Поэтому, пожалуйста, определите у себя эти места, чтобы нам было всем в дальнейшем легко и совместно работать и чуть-чуть приведем это все в порядок. А мы, в свою очередь, будем своевременно, четко и ясно вывозить этот мусор. И также, пожалуйста, с Дагико-сервисом вам надо заключить договора на вывоз ТКО. В продолжении, Кургулей Кургулиев поинтересовался планом намеченных работ Управления коммунального хозяйства, также ситуации в плане обеспечения населения газа, вода и электроэнергии.